Казачьего войска Настроение земляков, понимаете, неоднозначно. Если говорить насчет выборов по кандидатам, здесь можно сказать 50 на 50. Ну, может, нынешний президент немножко имеет перевес. У нас есть оперативная группа, меня подменили. Я сходил, проголосовал. Я отдал свой голос за Ельцина. И теперь вдохновленный наступил на службу, да? Да. Ну, сейчас меня уже заменили. Там новый дежурный принимает дела, значит, все. Ну, а я остаюсь в усилении, как сказать, для поддержания порядка. Убедившись в том, что за ход выборов в Верхнеуральске можно не беспокоиться, казачье слово «олова», мы отправились в Никольскую церковь, один из самых красивых православных соборов на юге области. Настоятелем здесь служит отец Борис. В миру, что очень знаменательно, Борис Николаевич. Но так как по причине дня невоскресного службы в церкви не было, настоятель с утра был занят делом сугубо житейским. Взяв слово с отца Бориса, что мы увидимся через полчаса на избирательном участке, мы туда и отправились. Кто был первый избиратель у вас сегодня? Сегодня пришла пожилая старушка, пенсионерка, и она первая, так сказать, голосовала. То есть она задавала тон, да, всем выбором? Пришла голосовать, сказала, что времена должны наступить более лучшие и надеяться на лучшую жизнь. Старики по традиции, они активнее, да, как всегда? Да, в общем-то они активные, приходят, значит, спрашивают, а почему музыку громче не включаете, а почему пионеров нет сегодня около избирательного ящика. Ну, прежде под барабанный бой, что веселее бы шли выборы, да? Ну, ну, в принципе, я бы не сказал, и народ идет очень активно. Сейчас на моих часах без 10-11, пока у вас... Ну, около где-то 3-4 процентов проголосовало на людей. Судя по музыке, которые скрашивали свое ожидание от членов избирательной комиссии, их политическая ориентация прослеживалась четко. А ожидание было связано с тремя сериями «Тропиканки», которые крутило с утра центральное телевидение. Ну, а для комиссии, чтобы она не чувствовала себя оторванной от народа, поставили через стенку телевизор, который люди смотрели по очереди, рассказывая затем содержание увиденного в сериале. Ну, а нам достались те, кто, видимо, мыльные оперы не приемлет. Пришлось все постоять в очередях своими ножками, потопать и потом уж полопать, как говорится. Только Борис Николаевич Ельцин. Это говорит человек, который учится в городе, который называют колыбель революцией, да? Да. Почему Ельцин? Ельцин? Не знаю. Просто посмотрел, послушал, подумал и понял, что, по-моему, больше никто. На ваше решение повлиял тот факт, что в блоке с Ельцином идет Александр Лебедь? Да, в принципе-то нет. Мы оценили по достоинству, богоугодную точность отца Бориса, который прибыл на избирательный участок вместе с матушкой. Решается судьба России. Да, да? Решается? Конечно, я так думаю. Вот. Я, конечно, предпочтение даю будущее всей России, чтобы Россия существовала, чтобы существовала красота душ человеческих, а также красота зданий церковных. Вот так. И предпочтение отдаю Борису Николаевичу. Потому что сам Борис Николаевич, да? Ну, может быть и не так, но все равно. Время близилось к полудню, когда мы вернулись в Магнитогорск. Индустриальный колледж, в котором работала комиссия номер 13-14, к этому времени только начал заполняться избирателями. Если я назову людей, моих земляков, которые пошли на выборы после 12, после тропиканции, я прав буду? Да, совершенно верно. Дело в том, что на начало избирательной кампании у нас, в общем-то, практически людей и не было. Если у нас на первый час голосования было примерно 60 человек пришло, то на данный момент уже цифра приближается к 600. За Зюганова. За Ельцина. А почему? Можете объяснить? Ну, двух слов. Да потому что я вот пенсию только получил за июнь. А Галя, теперь не получила? Да, я вообще довольна изменениями в стране. Я ни за кого не отдал. Спасибо. Потому что Ельцин сделал несправедливо. Когда-то моих родителей, всех и родственников уничтожили. Кто? Коммунисты. Убили меня мать, убили меня отца. И потом я за этого коммунистов никогда не буду голосовать. Депутата Государственной Думы Александра Петровича Починка мы встретили уже ближе к вечеру, когда большинство монгтогорцев, отголосовав, отправились на садовые участки. Благо, мэр города Виктор Аникушин объявил накануне по местному телевидению, что в день выборов все мы сможем добраться до садов на автобусах бесплатно. И вводы на участки подадут вовремя. Так что эта встреча у фонтана глубоко символична. Александр Петрович, я вас смотрю на этих радостных ребятишек и думаю, вот их папа и мамы, во сколько пошли голосовать, учитывая тропиканку, то, что дали воду, бесплатный проезд в сады? Ну, вообще-то, по данным избирательных участков, как раз когда закончилась тропиканка, прямо волна пошла. Я сам подъезжал, смотрел на нескольких участках, двери просто не закрывались. То есть первая волна после тропиканки, ну а вторая волна вот как раз сейчас, ближе к вечеру, а когда из садов начали приезжать. Вот подождем закрытие участков, посмотрим. Я надеюсь, что, может быть, удастся превзойти результат 16-го, но там будет видно. Еще до вечера, до самого позднего подождем немножко. Вечерним самолетом лечу в Москву, чтобы успеть к официальному объявлению итогов, туда, в информационный центр, потому что я вхожу в ту группу, которая должна освещать итоги выборов. Если выборы состоятся таким образом, что победит Борис Николаевич, что вы скажете моим коллегам? Ну, я в любом случае вашим коллегам скажу, что они работали не за страх, а за совесть, потому что телевидение все эти дни работало великолепно. Какие самые слова вы скажете в случае победы Зюганова? Ну, честно говоря, не буду кривить душой, нет. Я боюсь победы Зюганова. Я очень боюсь победы Зюганова. Если честно, я сделал все, чтобы этой победы не было, как доверенное лицо Ельцина. Но мы должны уважать результаты выборов. И левые, и правые, мы пришли на избирательные участки, мы проголосовали. Вот какая воля избирателей, так и должно быть в России. Я думаю, это самый хороший, самый мирный способ решения проблем. И вы видите, что большинство людей придя...